Сложно поверить, но мы находимся в черте города. Именно так выглядит улица Мира в деревне Соколовки, города Рязани. Месяц назад наша телекомпания уже навещала жителей деревни Соколовка. Тогда мы были на улице Луговой. На этот раз нас позвали жители улицы Мира. Ну я вас вызвала по поводу того, что у нас заасфальтировали одну часть дороги, нечетную. А нашу четную оставили. Сказали потом. Когда это будет потом, мы не знаем. На работу надо ходить. А потом бахилы снимаем на остановке. Нам даже скорая помощь не может проехать. Приходится выдалкивать, когда грязь. Вообще нельзя. Асфальтовую крошку привезли, высыпали на небольшой участок дороги и на этом работы закончились. Люди, мечтавшие годами о нормальном проезде, снова остались у разбитого корыта. Вылезти из грязи им, похоже, не удастся. У нас есть письмо от администрации, значит, кто там представитель, был Кулешов. И письмо дало ответ, что асфальтировать, в общем, гранулятом вот этим вот, крошкой. А когда асфальтируют, неизвестно. Письмо есть, ответ есть, да. То, что они нам это сделают. А когда сделают... Нам обещали уже лет 30, а может и больше, что все сделают, сделают, а так и ничего не делается у нас. Помимо того, что носить с собой сменную обувь давно вошло в традицию, дорога в районе становится препятствием для служб скорой помощи и пожарных машин. Жители с ужасом вспоминают истории с несчастливым концом. У нас много лет назад был такой случай, что вот мальчику было очень плохо. Скорую помощь пришлось оставить у начала переезда. И сюда бежали врачи, потом с ребенком на руках бежали обратно. И ребенок погиб. То есть вообще у нас и машина стрянет постоянно. И прожары были, не могли даже подъехать. Дом сгорел, люди погибли. Не могла подъехать пожарная машина. Многократные обращения граждан к властным структурам с просьбами отремонтировать дорогу увенчались успехом. Недавно насыпали асфальтовую крошку, только совсем неравномерно. Одну часть улицы засыпали с горем пополам, другую оставили без внимания. И особенно толстый слой уложили по непонятным причинам возле одного конкретного дома. Надежда на то, что ситуация поправима, все еще теплится. Но постепенно жители улицы Мира осознают, что резиновые сапоги так и останутся их основной обувью.